Всем привет! Меня зовут Вера Голосова, и я наконец-то сняла видеообзора моего скетчбука, посвященного Инктоберу. В этом году я решила серьезно подойти к вопросу, и на самом деле чуть не сдохла где-то в середине пути. Но меня здесь поддержало то, что я взяла на себя некое публичное обязательство выкладывать работы в инстаграм-аккаунте нашего проекта «Коза Дворона». И очень легко пришла тема. Я решила рисовать рисунки по официальному списку Инктобера, все с сюжетами про Козу Дворона. Я подумала, что для меня это будет интересно с точки зрения того, что я мало делаю рисунков из воображения, а здесь, в принципе, все как-то почему-то придумалось. Плюс это все очень объединено одной темой, логично достаточно, и плюс мы это потом с Мариной, моей напарницей в Козе Двороне, можем использовать для каких-то других наших, для другого нашего мерча. Может быть, для календаря, может быть, для наклеек, еще совершенно вообще не имею никакого представления. С некоторыми темами мне было очень сложно, я их придумывала по несколько дней заранее, но когда я начинала рисовать, все рисунки сделаны день в день. Я только один раз, по-моему, или два, я нагоняла. Единственное, в чем я подготовилась, в том, что я выбрала заранее скетчбук, в котором я все это буду делать, выбрала материалы, которым я буду все делать, и примерно себе в моем планере накидала прям маленькие-маленькие, два сантиметра на один, прям супер маленькие такие там нейлы, скетчики, того, что вообще будет, практически на все рисунки. На некоторые, причем, что в процессе некоторые поменялись, некоторые остались, как были, какие-то пустые, что-то придумалось коллективной помощью или сама придумала. Для меня это было тяжкое достаточное испытание, потому что моя жизнь сейчас распределяется так, что на фактическое время на себя у меня равняется примерно трем часам в день максимум, и в это время должна уместиться и работа, и забота о себе, и учеба, и вообще все. Поэтому было сложно туда уместить инктобер, и я не рассчиталась форматом, потому что мне ближе был до сего времени формат А5, маленький, компактненький, но в нем у меня уже было тесновато, и я махнула на А4. Но только вот А4 оказалось мне, конечно, тяжело, особенно в формате, когда нужно рисовать рисунок каждый день. Правда, теперь мне тесновато, и это другая проблема. Вот этот рисунок мы придумывали, когда я была у друзей на выходных, в компании. Это, мне кажется, был пик вообще усталости, просто выражение полной усталости. Наверное, под конец уже видно, что я устала, рисунки стали такие кривенькие, такие уже прям на последнем издыхании, но я была полна решимости закончить, чтобы потом сама для себя сделать какие-то выводы. Надеюсь, что вам интересно было посмотреть. Я сама очень люблю смотреть скетчбуки художников, и я знаю, что такие видео — это прям залипательные наркотики. Вот этот рисунок мне сразу придумался, я очень долго его ждала, но под конец месяца это было прям сложно. Я так думаю, когда же, наконец, на растяжку будет, будет день, и вот это был он. Я практически, ну, я делала карандашный набросок, но очень редко что-то перерисовывала, потому что мне не было, ну, не то что права на ошибку, мне было плевать на ошибки. Я просто, для меня главным было все это сделать, вместить в свои дни и не сойти с ума. В любом случае, я считаю, что я очень удачно прокачалась, и среди этих рисунков есть достаточно много хороших, которые я бы использовала прямо вот в этом виде, в котором они есть, для нашего мерча. А какие-то совсем, которые мне вот прям очень нравятся, но мне хочется переделать, я бы, может быть, их перерисовала и сделала бы чистовую работу. Вот, жду следующего инктобера, придумывая тему. Субтитры сделал DimaTorzok